Привет, зритель! Видел бы ты сейчас мою баррикаду из световых ламп сзади камеры ты бы, наверное, офигел Короче, это очередной обзор шматья, я тут поняла, что я так страдаю без домашнего платья У меня единственное домашнее платье в деревне, ну, ну, деревня я тут, а там, как бы, ну расстояние Потом я подумала, что может мне надо сорочку, но сорочка у меня есть и пижамка у меня есть, есть халатик и оранжевый халатик умер, теперь у меня халатик банный, и, в общем, халатик банный, и халатик не банный которому лет ну, 12 уже, наверное и вот в одном халатике стабильно быть как-то, ну, иногда хочется что-то еще, не только халатик я решила заказать себе за 306 рублей домашнее платье которое шло как начнушка или как домашнее платье, выглядело на модель, а как сарафанчик и производитель писал, что на модели оно специально приталено отфотошоплено, а на самом деле вот оно вот такое, оно не приталенное и что-то типа берите на размер побольше потому что, может быть, оно маломерит или берите на размер поменьше потому что оно больше мерит короче, я не помню, что конкретно но в отзывах я читала, что оно, видимо, все-таки больше мерит потому что 44-й а на пакетике написано 52-й и по сантиметрам он больше как 44-й короче, я не знаю, может там какие-то супер китайские или азиатские или еще какие-то размеры в общем, это 44-й в скобочках он один в этой в таблице мерной, он другой вот оно такое гляну-ка я на себя в зале оно у меня сейчас на рифак одето если ты уже шаешься на мою спину то это кошка постаралась она у меня прыгает обычно хорошо если там толстый халатик или толстая кофточка или еще что-то, оно не так видно а если там тоненькая кофточка или вообще голая спина то это намного виднее и больнее и иногда даже до крови я потом алоэм протрую вот сейчас благодаря этому обзору сейчас увидела весь этот ужас свой на спине кошка жуткий зверь вот я не знаю, можно ли в нем, допустим, летом выползки помойку вынести или до магазина или мозги проветрить просто по-цветочному или лучше все-таки дома в нем ходить но спать вот в таком мне что-то кажется это как-то ну ни то ни сё но оно больше очень больно такое как бы платьишное чем носорочишное короче, я еще по отзыву почитала и посмотрела люди в нем как дома ходят я поняла, что это да это домашнее платье домашнее платье стопроцентный хлопок а еще у меня тут кофточка я какие-нибудь штанишки одену и поверх эту кофточку эта подружка, короче, мне подарила в дню варенье ну так получилось она заказала себе шмотку ярко-красного цвета и с размером у нее грудь ну, раз в три-четыре больше моей ну, она практически отсутствует а там большая такая грудь женщина с конкретной грудью подруга у меня красивая по фигуре и она мне пишет слушай, говорит я тут заказала кофточку 35% хлопок остальные кто-то другой она такая легкая слегка как бы шерстенная ну, короче, теплая если ветер подует то можно ее одеть там в подземнюю курточку или в весеннюю курточку если вдруг холодная такая весна мягонькая, приятная к телу, говорит тебе, говорит, подойдет? ну, забирай ладно, она приносит говорит, вот, тебе нормально мало того, что цвет не тот пришел так еще, говорит, оно на меня и не налезло особенно вот в этом месте а еще у меня есть другая кофточка про которую я забыла совершенно, я забыла ее показать на том обзоре шматья и, в принципе, она чуть более бледная более, наверное, молочного цвета чем вот так сейчас передает эти две моих лампы я потом их на телефон сфоткаю и, короче говоря, вот такая нежненькая такая с легкой вот тот цвет, который сейчас вот я вижу в телефоне если туда добавить немного берил, то будет тот самый цвет и я просто пока не сообразила как лучше включить какой цвет у меня холодный снизу дует в смысле светит кольцевая лампа может быть они оба второй, может быть, более теплый а кольцевая лампа холодный хрен знает короче, это пока тестовый обзор с такими градациями цвета света осветительных приборов ну и еще пять лампочек сверху потому что сейчас уже как-то девять вечера я планировала днем но днем я ласты склеивала очередной раз а вечером вот внезапно отсиделась и поняла, что могу сделать короче, мне эту футболочку подарили друзья вообще-то было в прошлом году на день рождения но так как по разным причинам мы смогли встретиться только в начале этого года то подарок на прошлый день рождения мне передали в этом году тут он кал или что-то в этом роде спит я тоже сейчас начну ее отдену она такая типа оверсайз еще мне сегодня в лазберии пришли трусики но я уж их не буду вам показывать я просто так покажу они по 102 рубля за парочку что я три таких пакетика заказала на 306 рубин хлопок и кто-то еще сейчас они по-моему уже и не есть да вот тут бежевые размер м скобочка 44-46 вот цвет такой же как есть на самом деле в отличие от той фиолетовой сиреневой вообще это мои любимые такие оттеночки ну вообще я люблю красный и зеленый цвет мои любимые цвета но в одежде я последнее время заметила и вообще мне видимо нравится ну красный и зеленый они знаете как по умолчанию не всегда это как Александр Македонский кирахимминит который мне нравится а вот есть еще такие фавориты можно сказать повседневные это вот такая гамма синяя вот с этим сочетается фиолетовая сиреневая ни одно время был период жизни у меня было очень много летних шмоточек весенних и осенних легких таких розовых у меня были было какое-то платье розовое у меня была какая-то юбка-кофта розовая у меня была куча топиков розовых двое брючек розовых розовые босоножки розовая сумочка вообще что-то такое вот дохрена розовая там какие-то даже гольфики капроновые тоже розовые сейчас я развернусь боком смысле спиной он на лифак одет сейчас тоже минус конечно вот иногда вот так идешь но я один раз на нем была и было как-то слегка легко свободное тепло или что-то в этом роде я шла и он у меня вот так задрался прям досюда и пришлось через пальто его поправлять в парикмахерской я пока еще не была я все забываю напомнить родственнице чтобы она меня записала туда куда сама ходит срится срится до греха снова появилась вообще пришла такая пора зритель когда вот выходишь на улицу надо обязательно с собой взять банан либо яблоко либо кусочек хлебушка и бутылочку с водой минералочкой или просто фильтрованной водой а может ты идешь идешь я сегодня вкусненько вкусненько покушала выскочила пешкодранчиком до озона и вайтбрис дошла до солнечного еще даже не дошла и поняла что если я сейчас срочно ничего нибудь не куплю не сошу то мне будет совсем хреново думаю зайду в аптеку куплю себе аскорбиновую кислоту вот эту таблеточкой 10 штучек беленькую одну с хомячей будет несчастье но понимаешь что с одной аскорбинки мне толку не будет пришлось зайти в магнит который я и так собиралась зайти губить пару бананов и минералку и оживить саму себя пока ждала автобуса ну конечно те кто любят найти причину придраться к чему-нибудь они найдут причину в любом так что это я как-то даже не сомневаюсь вы можете оставить свое офигительное мнение никому не интересное в комментах относительно оля-ля у тебя живот или как там одна баба написала после того как я сказала в ролике знаете я тут схуднула у меня лифчик застегается на среднюю из трех крючочков вот сейчас тоже на среднюю застегнута из трех крючочков все на том же уровне вот ну процесс похудения типа пошел мне кажется или мы потолстели или поправили еще то в этом вроде было думаю даже если тебе кажется ты что на улицу выходишь и на всех людей пальцем тыкаешь не было у тебя такой мамы как у меня которая однажды мне сказала некрасиво пальцем тыкать нельзя так делать Юля с одного раза поделала люди разные мы с цепки с ней будем устраивать но я сейчас прервусь и уже появлюсь в другой копточке и вот снова я она конечно все таки больше летняя весенняя и они с теплыми штанами с начесом ее носить надо но это я сначала думала с пижамными штанами одеть но они такие вот ну по цвету они бы не сочетались ни то ни это и я решила что уж не буду людей румировать хотя у меня как-то близко не родственник пришел в гости увидел меня в этой пижаме я как раз где-то уже практически спать собиралась сказал вау какой хороший домашний костюм в нем можно ходить дома я подумала точно ведь это же не только пижама в ней можно и дома ходить просто так вообще про домашние костюмы я узнала от своих друзей благодаря которому вот эта футболочка появилась раньше когда приходила одна моя подружка все время ходила в пижаме дома длинные штанишки длинная футболочка а потом если уходила куда-то гулять или вообще просто на улицу она переодевалась тут же в нормальную нежу я думала что же она в пижаме оказывается это был домашний костюм она пижама сейчас я тебя приколю зритель ты вот так умеешь делать и гулять вот так ну одно дело как вот так гулять или вот так гулять а вот так очень удобно ну можно же вот так вот делать можно вот так вот делать а можно вот так вот тут веревочки Они торчат Лишняя выпуклость появляется Я не знаю, если их распустить Короче, все равно веревочки Они торчат Хотя можно сказать Лёля, ты оправдываешь свой жирный живот Все же вокруг это Плоские со всех сторон Небольшой такой обзор шмотя У меня только три новых шмотки Я её ещё даже не одевала Вот сейчас на двор Вот эту я одевала В платье я вчера дома ходила Правда поверх нацепила фартучек А поверх ещё со спины нацепила Анарачек старенький Потому что меня колбасило Ну как бы надо было закрыть окно на кухне А я его что-то открыла С одной стороны жарко, с другой стороны холодно Ну как обычно Я решила, что лучше сверху что-нибудь одеть Но зато свежей водой Чем иначе Всё, наверное, зритель Спасибо, если ты осилил это до конца Наверное, надо поближе к тебе подойти Чтоб ты увидел эту панду, коралду Или кто она там Я сейчас аккуратно выключу свет Посмотрю, что будет Так, где-то тут выключал Теперь вот просто с одним светом верхним Я в прошлом видео писала В смысле говорила Вопрос к залу Ну, советы по поводу света Освещения Насчёт одежды Но никто ничего не изъявил Никаких комментов не было Я подумала опрос написать Но подумала, раз в комменты никто не написал То, наверное, опрос пройдёт мимо Можно не геморриться И в итоге я решила заказать то, что я изначально думала В довесок к лицевой лампе Вот именно на обзор одежды Но то, что... Ну, более... Простой вариант Потому что, как бы, это... То, что я хотела Просто не было в наличии Либо Крепление было Не то, что мне нужно Ну, и, в общем Я думаю, что это Если чё Просто в комменты напишите Типа, Лёля, не Вот такой свет не очень В начале ролика был нормально В конце не очень Вот как сейчас Сейчас только один свет Не считай Этих пяти лампочек Или, наоборот В начале было очень А сейчас вот Ну, как-то не так Потому что, откровенно говоря Я не очень догоняю Ну, мне эти обзоры Там, чё Когда вот до этого Снимала одежду И в камень Человек написал Что надо бы свет Я вкульпила Кольцевую лампу Благодаря донатам зрителей Спасибо Но я вот честно Так вот, как бы Я подозревала Что надо было свет Но насчёт смоток одежды Я как-то не догоняла Чё там кому видно Чё не видно Вон там гладильная доска Я так на неё вроде У меня кто-то говорил Что надо на неё Какой-то чехол найти Но я что-то так и не дошрупила Только сейчас Увидев видео в кадре Вспомнила Что кто-то мне говорил Что надо на неё чехол Не допотомный Который сейчас вот на ней А какой-то новый Но если кого-то смущает Это гладильная доска Ну, я не знаю Ну, смущайтесь, хренды В общем, всем спасибо За просмотр И пока Эй, зритель Поставь лайк Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok